Друзья, мы находимся на стенде компании СПФ, Санкт-Петербургские экспериментальные верфи. Более известная, как катера «Феникс». Сегодня мы посмотрим, что в этом году приехало на выставку, какие модели. А поможет нам в этом Андрей, директор компании. Ну, мы начнем наш обзор по восходящей, с лодки 510. Эта лодка одна из самых популярных, востребованных. А почему так происходит, спросим у Андрея. Ну, 510-я лодка – это во всей линейке последняя из новинок. За основу были взяты скандинавские обводы. Мы видим, что высокий горд. Это обеспечивает прекрасную безопасность на волне, во время ветра. И в основном используется лодка для прогулок выходного дня. То есть, это открытый передний кокпит. Можно поставить таргу для воднолыжника. То есть, это покатушки, активный отдых, лыжи. Соответственно, в таких условиях, как правило, она эксплуатируется. Для таких целей. Все так, да, подтверждаю эти слова. Но есть случаи, известные среди наших покупателей, наших клиентов, что на этих лодках также удается и путешествовать. С комфортом, удобно. Понятно, что нет каюты, негде спать. Но, тем не менее, это не исключает возможность поезда каких-то дальних. Абсолютно согласен, Владислав. То есть, действительно, люди на открытой лодке достаточно далеко ходят. Есть примеры. У нас в Питере люди с семьей, дочкой, с женой, человек ходит на 5 дней. Ночует, правда, в отелях. Но, тем не менее, переходы такие дневные. Там, порядка сотни километров в день он проходит. Вполне себе доволен. Это случай не единичный, абсолютно. А мне, как активному пользователю катеров «Феникс» и нашим клиентам, в этой лодке нравится особенно этот дизайн, высокий борт и мягкость хода. А также, в рамках этого ролика, для тех людей, которые планируют приобрести подобную лодку «Феникс 510», мы расскажем о необходимом минимуме, который рекомендуем поставить на данный катер. Если вы хотите более защищенную от непогоды лодку, но в то же время остаться в тех же размерах, в тех же габаритах для простоты перевозки лодки, обратите ваше внимание на «Феникс 530». Ее уже можно смело назвать классической лодкой в линейке катеров «Феникс 510». А почему она так долго производится и почему до сих пор остается популярной? Спросим Андрея. Ну, действительно, эта лодка послужила сильным, мощным толчком в развитии вообще всей линейки катеров «Феникс». То есть он, когда вышел на рынок, и когда мы его запустили в производство, стал пользоваться действительно такой вот яркой популярностью и вывел, соответственно, наш уровень продаж, скажем так, на другой уровень. Их начали узнавать, они начали появляться в вверх клубах. И успех этой лодки все-таки заключается действительно в том, что она остается в габарите автомобильном. Мощность до 100 сил обеспечивает прекрасный ход. И вот эта вот полурубка с большим широким остеклением позволяет детям, женщинам находиться непосредственно в пути, но защищенными от ветра, от дождя. В тепле и под надзором. Точно. От себя хочу добавить. Если вы планируете стать водным путешественником, настоящим водномоторником, то «Феникс 530» идеально подойдет для вас. Потому что он небольшой, легок в перевозке, им легко управлять, в нем есть спальное место. Лодка идеальная для начинающих. И хочу обратить внимание, что эта лодка не из магазина, не с витрины. Она прошла уже год эксплуатации, довольно-таки агрессивной частой эксплуатации. Посмотрим, во что она превратилась за этот сезон. Вот мы находимся возле «Феникса 560». По секрету скажу, это моя любимая лодка. Это каютная лодка, с возможностью полноценно спать в ней. И в то же время она открытая. Именно это, например, меня в ней привлекает. Я несусь по волнам. Рыбинское водохранилище, Ладога, Онега. Это все я прошел на ней. Надо мной открытое небо, солнышко. Но в то же время мне не требуется палатка для ночевки. Я спокойно отдыхаю и сплю в каюте. Если вдруг наступила непогода, легко ставим тент и идем дальше. Как родилась эта лодка? Андрей, расскажи. Ну, она родилась как раз потому, что люди действительно спрашивали лодки для того, чтобы путешествовать и оставаться в ней на ночлег. Поэтому было принято решение запустить в производство небольшой каютный катер, который мог бы закрываться дверью на замок, чтобы можно было остаться на ночь. 560-й прекрасно играет эту роль и занимает эту ночь. А я добавлю, что эта лодка привлекательна тем, что ходит под моторами разной мощности. Даже поставить 80 сил, она будет отлично глиссировать и отлично вести себя на воде. А напомню, что максимально разрешенный мотор 150 лошадей. Это для тех, кто любит отжечь, драйв или возит большую компанию и много вещей с собой в дальние путешествия. То есть линейка моторов широкая и под любым из них он отлично идет. Феникс 600. Полноценный бизнес-класс. Большая, широкая. Лодки просто много. Она выросла, как мы понимаем, по внешнему виду из Феникса 530. Но это уже, как я сказал, полноценный бизнес-класс. Андрей, расскажи, как она появилась. Ну, видя успех и оценив успех 530-го в свое время, мы решили воплотить его, но в большем размере, естественно. Получился 600-й Феникс. То есть люди просили 530-й, но побольше. Вот он получился в таком виде. Хорошо, что владельцы Феникса 530 не ушли в другую марку, а попросили лодку побольше и получили ее. Это ценно. Лицом, так сказать, потребителем. Все правильно. От себя добавлю. На этой лодке много прошли путешествия мы тоже. В разных водоемах, при разных условиях. Лодка изумительная. Мотор 150 сил. Никакая волна не страшна. Полный газ. И помчали. На нашем канале вы можете посмотреть ролики о всем модельном ряде катеров Феникс, в том числе и о 600-м. Представьте, что вы обладаете лодкой, на которой стоит система Active Trim, Mercury Pro XS и редуктор Common Trust. Можно просто расслабиться, а можно погонять. Друзья, напоминаю, что выставка корпус экспо идет до 6 марта. У вас еще и есть время приехать, посидеть в каждой из лодок Феникс. Это уникальная возможность. Четыре корпуса рядом. То есть вы сможете точно определить, какая из них вам подходит больше всего. А мы, в свою очередь, подскажем, направим в правильное русло. Приезжайте. Ждем вас. Субтитры сделал DimaTorzok